Слава Украине! Привет всем от Полонского! Нашей любимой рубрике Потери российско-фашистских войск в Украине Ну ладно, давайте посмотрим, где они были И где им насыпали больше всего Точки следующие Это Запорожская область, где наши продолжают контрнаступление Контрнаступление же продолжается в Донецкой области Это район Бахмута, район Углидара В Углидаре у наших есть успехи Причем то, что говорили там, что наши там продвинулись на километр Это правда, но правда не вся Потому что продвинулись больше Ну окей, километр значит километр Что же касается Бахмута Более скромно, но продвижение есть И в ближайшее время узнаем больше Также наши двигаться начали в Луганской области Без комментариев, потому что нельзя Вот, и очень большая стрельба была ночью в Каховке Кому интересно, сейчас прицеплю ссылочку внизу в описании Можете посмотреть, как там в Каховке происходила перестрелка Ночная Чем закончилась пока неизвестно Но новая Каховка там на ушах вся стояла ночью Именно стрелковый бой происходил Надо будет разобраться еще Чем все это дело завершилось То есть, вы прекрасно видите, что по всей линии фронта От Днепра и до границы с фашистской Россией в Луганской области Везде идут бои И наши везде перехватили инициативу То есть, расисты где-то пытаются контратаковать Естественно В особенности они это пытаются делать там под Бахмутом И на границе Запорожской и Донецкой областей И там, и там Но у них ничего не получается Они только теряют технику, теряют личный состав Но им в принципе это не привыкать Потому что личный состав для них не стоит ломаного гроша Именно поэтому расисты, кстати, очень часто Те же Шторм-Зет или как они там называются Просто берут и удирают, бросают Бросают линию фронта и убегают в тыл вместе с оружием Но это тема отдельного разговора Да, так давайте посмотрим по потерям теперь Значит, смотрите 590 путирастов Или как их сейчас называют Пуцистов Было укандропуплено в Украине За вчерашние сутки Всего 518 тысяч 500 путинских бандитов-террористов и мародеров Отправились на палубу крейсера Москва Который теперь подводная лодка Буль-буль Да Дальше За вчерашний день было уничтожено 10 танков-рашистов Танки очень хорошо уничтожаются Сейчас без пилотников Просто замечательно получается Артиллерия тоже по ним отрабатывает Так что Средний такой показатель Всего 3965 танков И Кот не даст соврать Она всегда в курсе дела всех событий Да И 16 бронетранспортеров Всего 7683 Да Очень много Путирасты вытягивают уже из загашников Совершенно старые машины Ну им не привыкать То же самое артиллерия Артиллерии у них много Но она в основном старая Новую повыбили конечно же Новое орудие Они сейчас используют Такие же точно пушки Которые они использовали Еще во времена Второй мировой войны Но тем не менее Это орудие Они стреляют Выбито у расистов За вчерашний день 19 пушек Сейчас по пушкам Прежде всего работаем Всего 3812 И две системы Залпового огня Всего 606 штук Самолеты-вертолеты Позавчерашние Остались значения 314 и 301 А вот без пилотников На Белезов Прошлые сутки Много 24 штуки Всего 3357 Также было уничтожено 13 грузовиков Что в общей сложности Составило 6519 штук Таким образом Ребята Наше контрнаступление Идет Так как Это видит Наш генштаб Большая часть Причем Очень Очень Большая часть Бригад Бригады наступу В бой Не вводились Соответственно Сейчас происходит Изматывание Противника Уничтожение Его артиллерии Прежде всего Уничтожение Его радиостанций То есть Ослабление Противника С тем Чтобы в момент Когда будут введены И там Где будут введены В бой Основные силы Противник Как можно Слабее Такие Мы уже действия Видели и в Киевской Области В свое время В том году В конце В середине марта Извините И видели Такие же действия На Херсонском Правобережье С По моему С июня По ноябрь По ноябрь Прошлого года Обязательно Такие вещи были А потом Да А потом Были жесты Доброй Дохлой Моли Вот собственно Говоря И все Так что Ожидаем Следующих жестов И кондропупим Путинских Террористов Слава Украине Слава Украине